Ну здрасте, вот решил я продолжить свое чтение и тоже хочу тут вас познакомить с такой вещичкой так как я называю нервной вещичкой которой тоже у меня не было на сайте самоздателя вот это вот некий такой вот, ну я вам уже говорил, что это все как бы мы видим на экране, да, понимаете это как бы нечто вроде, так сказать, пересказ фильма, да я это называю, так сказать, пересказы кин, в данном случае это неснятые кины, несуществующие ну тут безусловно я вдохновлялся, блин, даже с вампиром называется вдохновлялся я чем-то вроде киноэпопея освобождения чем-то вроде под впечатлением это сделано, да, под впечатлением вот этого художественного стиля такого вот художественного и в то же время, значит, исторический, да, квазидокументальный киноэпопея под заголовочек на цветном экране сплошное море взрывов патетический голос диктора за кадром вещает лето 1943 года на фронте, протянувшемся от Баленцева моря до Черного советский народ продолжает битву один на один с фашистской Германией вот такие вот слова стилизованные под черно-белую хронику кадры высокий человек с большим носом обходит строй почетного караула оркестр играет Марсельезу, ген французской республики за кадром голос диктора в Советский Союз прибыл с союзническим визитом руководителя организации свободной Франции, генерал Шарль де Голь в ходе своего визита он посетит место славы нашего народа город Сталинград это, кстати говоря, на основе реальных событий, так скажем так берег большой реки вдоль громки воды под высоким берегом идет следом законной повозки группа военных противогазов на экране надпись правый берег Волги ниже Сталинграда лошадь мотает головой камера провожает солдат и поворачивается к берегу под обрывом горы разлагающихся трупов да, так оно и было, вот такие фотографии были один из трупов приподнимается и смотрит вслед удаляющимся солдатам потом он встает и, покачиваясь, шагает прочь в сторону зарослей ибы следующий кадр веселье и простая радость купания две девушки купаются в Волге на берегу сложенные гимнастерки это связистки или медсестры шорох в кустах, чьи-то тяжелые шаги кто-то смотрит на девушек из-за кустов девушки выходят на берег, склоняются над одеждой вдруг хруст ломаемых кустов испуганный взгляд девушек, крик, небо с тонкими белыми облачками на голубом фоне следующий кадр грунтовая дорога над высоким обрывистым берегом Волги поднимая пыль, по дороге движутся два виллеса это такие типа наших козликов, да, вазиков это такие открытые джипы американского производства ветер сносит пыль в сторону реки машины останавливаются, из одной из них выходит майор, он говорит ординарцу что тут за запах, это еще что, товарищ майор если бы ветер дул в нашу сторону, о, тогда бы пойду посмотрю, говорит майор и скрывается за кустами майор застегивает портупею по дорожке среди зарослей ивы к нему подходят две улыбающиеся девушки в военной форме здравия желаем, товарищ майор говорят они хором здравия желаю, отвечает майор разрешите обратиться, говорит улыбаясь одна из девушек в то время как другая, проходя мимо, заходит за спину майора она открывает рот, полный крепких зубов и хищно нацеливается на шею майора обращайтесь, заинтригованно отвечает майор конец сцены следующая сцена грунтовая дорога над высоким обрывистым берегом Волги на дороге стоят два виллиса рядом с машинами скучает охрана из кустов, держась за перевязанную шею, выходит майор товарищ майор, мы уже хотели идти искать думали, что-то случилось все в порядке за майором из заросли выходят две улыбающиеся девушки эти товарищи поют с нами, говорят майор, обращаясь к своим подчиненным подчиненные переглядываются и улыбаются ну что, по машинам, товарищ майор? нет, всем построятся солдаты строятся у машин майор обходит строй девушки остались вне строя они улыбаются и смотрят их улыбки становятся какими-то резиновыми подчиненные майора перестали улыбаться руководство возложило на нас ответственные задания по организации приема нашего французского гостя наше руководство и лично товарищ Сталин ожидают от нас четкого выполнения задания обращаю ваше внимание на необходимость четкого выполнения всех распоряжений мы должны угадывать любое желание французского союзников а теперь кругом подчиненный майору поворачивается улыбки девушек превращаются в гримасы их глаза то ли поблескивают, то ли светятся каким-то огнем все трое девушки майор скалят зубы и мы видим их клыки камеры расстаются с ними в начале их общего порывистого движения в сторону подчиненных майора Мамаев Курган помните высота господствовавшая над Сталинградом Мамаев Курган к вершине Кургана подходят Деголь и сопровождающие его лица среди них Лаврентий Павлович Берия Деголь и Берию выделяют титрами Деголь осматривает бинокль место Сталинградской битвы мы видим в черно-белом изображении руины города почти нет людей нет, вот к вокзалу подходит человек титры нам подсказывают, что это снайпер Василий Зайцев из руин вокзала бредет, словно живший мертвец да это и есть мертвец немецкий снайпер, майор Керник его когда-то застрелил Зайцев все это мы узнаем из титров мы снова на Мамаевом Кургане кстати, могли бы еще узнать из фильма «Враку ворот» американского про Зайцева и вот этого немецкого снайпера который известен под псевдонимом Керник так и неизвестно, кто же он был на самом деле мы снова на Мамаевом Кургане Деголь насмотрелся на город и начинает говорить «Уи, уи», то есть «да, да» «Какой великий народ», немного помолчав, он повторяет свои слова мы видим, как переводчик переводит на ухо Берии «Какой великий народ», я имею в виду немцев «Как далеко зашли», Берия морщится на берегу Волги Берия прощается с Деголем вежливые дипломатичные слова «А теперь отведайте нашей русской хлеб-соль» завершает он свои слова и показывает сторону блиндажа Берия и Деголь расходятся Берия обращается к Волоту, министра иностранных дел «Думаю, товарищу Сталину не нужно больше встречаться с ним» Деголь скрывается в блиндаже его сопровождают две девушки белых передних майор внимательно смотрит им вслед поворачивает голову и провожает взглядом Берию мы видим, как глаза его зловеще то ли блеснули, то ли вспыхнули показался желтый клык майор поворачивается и решительно идет в блиндаж Лондон, бункер Черчилля, премьер-министра Великобритании похожий на бульдогу Уинстон Черчилль попыхивая сигары, таскает перед картой свое грузное тело, одетое во френч табачного цвета он рассматривает на карте западную оконечность Франции, полуостров Нормандия входит секретарь, докладывает о приходе Деголя Черчилль пыхтя затягивается несколько раз сигарой кладет ее в пепельницу и кивает головой мы видим, как дымится, испуская последнюю стройку дыма сигара в пепельнице этот процесс умирания происходит на фоне сцены встречи Деголя и Черчилль представляет, так вот, пепельница, из нее идет дымок сигары и вот за пепельницей мы видим, как встречаются Деголь и Черчилль Деголь прикладывает руку к своей кепе Черчилль сутулись, поджимает ему руку и говорит ему по-французски Бонжур, мой генерал Деголь обнимает Черчилля, как будто хочет его поцеловать в шею Конец кадра Молодая английская девушка в военной форме садится за руль армейского грузовика Студебеккер Титры подсказывают нам, что это дочь короля Георгия Елизавета Она нажимает на педаль стартера, стартер работает, но машина не заводится Елизавета вновь поворачивает ключ зажигания и хочет нажать педаль стартера Солдат, сидящий слева от Елизаветы, говорит ей Подождите, пусть бензин стечет со свечей Елизавета переживает, мы видим ее напряженное, сосредоточенное лицо в зеркале заднего вида Сзади за машиной слышен шум Елизавета поворачивает зеркало и в нем отражается человек в военной форме, идущий к кабине Подождите, пожалуйста, говорит он Сейчас загрузим еще одну коробку Радиоприемик премьер-министра из ремонта Кабинет в бункере Черчилля Черчилль прижимает платок к своей шее и нажимает кнопку звонка Деголь без кепи встает за открывающейся дверью, входит секретарь Закройте, пожалуйста, дверь, говорит он Черчилль Следующая сцена Машина Елизаветы подъезжает к КПП Контрольно-пропускному пункту Бункер у Черчилля Останавливается перед шлагбаумом Подходит офицер Ваш документ увидит в кабине Елизаветы Он машет рукой солдатам Те поднимают шлагбаум и открывают И откатывают в сторону рамку с проволочным заграждением Машина подъезжает Да, теперешняя королева Елизавета, Елизавета II Она во время войны вот работала водителем военного грузовика Возил грузы по Лондону в Ольмейске Идет разгрузка машины Елизавета стоит рядом с кузовом и держит край тента Чтобы удобнее было выгружать коробки Два солдата уносят в бункер коробку с радиоприемником Вдруг из хода в бункер доносится шум Солдаты выбегают, бросают коробку Ваше высочество, скорее в машину Солдаты подсаживают принцессу в машину Принцессу Елизавету, конечно Один из них встает на подножку Другой заводит машину Машина рывком трогается с места Из бункера выбегают вампиры Пули охраны им не страшны Вампиры вскакивают в машину Садятся на мотоцикл и уезжают с территории бункера Принцесса Елизавета В кабине грузовика Мотор начинает чихать Стоящий на подножке солдат кричит водителю Маклорин, сворачивай в переулок Пока мотор не заглох Я в силу своего простого математического образования Знаю, что Маклорин это Маклорин математик Шотландского происхождения Ну, я так думаю, что Маклорин это шотландская фамилия Машина сворачивает и скрывается из виду По дороге проносятся вампиры на машинах Маклорин и его товарищи вместе с Елизаветой Копаются под капотом машины Ну вот, теперь можно ехать Что ты думаешь, Колин? Куда поедем? Знаешь, все как в страшных рассказах моей бабушки Не могу поверить, что это правда Ну, а в Шотландии бытуют страшные рассказы Про вампиров и оборот Колин Маклорин Думает, поглаживает Думает, поглаживает капот машины Потом говорит Сначала торжественно, официально Потом все более неформально Ваше высочество Мистер Брук Тейлор Надеюсь, охрана Букингемского дворца справится Но на охрану, надеюсь, а сам не плашай Здесь недалеко есть магазин письменных принадлежностей Я видел там серебряные ножи Для разрезания бумаги Нам туда В магазине письменных принадлежностей Дорогие массивные антикварные письменные приборы Колин Маклорин указывает на серебряный нож Хозяина магазина Старому комически противному антиквару А этот сколько стоит? Этот 60 фунтов Колин Маклорин замолкает о задачне Колин Маклорин подходит к машине В которой сидят Елизавета и Брук Тейлор Боюсь, что у нас не хватит денег на серебряный нож Елизавета молчит Потом решительно открывает дверцу Давайте я попробую Елизавета входит в магазин Хозяин встречает ее скептическим взглядом Я принцесса Елизавета Винзорская Британия Британии для ее справедливой борьбы Нужны все режущие предметы Выполненные из серебра Подумав, он добавляет И колющий Британская корона не забудет вашу помощь Оказанную в минуту драматического кризиса Елизавета сгребает с прилавка все серебряное Чем можно резать или колоть И входа в Букингемский дворец Все дело кончено Черчилль, Деголь и король Георг Стоят обнявшись как три грации Вокруг ликует толпа вампиров Черчилль нарушает композицию Поднимается на возвышение Обращается к вампирам В порту стоит лайнер Куин Мэри Он переоборудован для перевозки солдат из Америки Лайнер должен вместить 30 тысяч бойцов Мы должны отправить в Америку наших людей Америка снова украсит британскую корону Черчилль делает жест в сторону короля Георга Вперед! В порт! На площадке перед входом появляется грузовой автомобиль Он тормозит, но сбивает нескольких вампиров Вампиры набрасываются на машину Маклорен из окна Кабина и Тейлор с подножки наносят наугад удара серебряными ножами Картина гибели раненых вампиров ужасна Машина вырывается из окружения вампиров Машина и уносится прочь Все, из Англии мы перемещаемся опять Советский Союз на берега Волги Под обрывистым берегом большой реки За походным столом разговаривает по телефону генерала На экране надпись Правый берег Волги, командный пункт генерала Родимцева Говорит Родимцев по телефону Правильно, он из политуправления Вот пусть разбирается Ему карта в руки Только что-то его долго нет Не случилось ли чего? Пока генерал разговаривает, камера отъезжает И мы видим напряженные, озлобленные лица майора и двуховых девушек Скалящихся из железной клетки Слышны выстрелы К берегу причаливает легкий катер Из него выходит жизнерадостный полковник Брежнев И спалит управление Тот самый Леонид Ильич За ним маленький человек Он семенит, путаясь в своих ногах Как будто ожидает пинка от любого из окружающих Что случилось, Леонид Ильич, обращаясь к нему Родимцев Да вот два вордалака, будь они неладно Подплыли к лодке Но у меня серебряные Брежнев показывает свой ТТ Вынимает обойму В ней патроны серебряными пулями На всех не напасешься серебра Замечает Родимцев А и не надо Слишком много чести Вот со мной Аркадий Исакович Мой знакомый по Кишиневу Я был секретарем республиканской парт-организации А он нас ход с частью заведовал Аркадий Исакович Расскажите товарищам, что нужно делать На самом деле Аркадий Исакович Райкин Действительно знаком из Брежнева по Кишиневу Правда это было после войны Тут немножко как на основе реальных событий Как всегда Можно приврать Вот, и они очень любили встречаться Когда Аркадий Исакович приезжал к Брежневу в Москву Значит, ну, они разыграли такую интермедию Ну, как дела, спрашивал Брежнев Ну, все хорошо Ну, на самом деле, как Ну, нормально дела Ну, в конце концов, знаете Да, так, еле живем Типа того, да Вот, такая, такую Они разыгрывали интермедию Вот всегда Вот любили, да Поиграть друг с другом Ну, вот тут Аркадий Исакович Такой вот бедный еврей Из Кишинева Я вас умоляю Откуда у нас серебро? Это уже Аркадий Исакович говорит Откуда у нас серебро? Я вас умоляю Так на медные деньги Всегда жили Кусошничали А этой погоня в Бессарабии Хоть пруд пруди Что тут будете делать? Так что же нужно делать? Не терпели бы спрашивать родимцев Погоди, погоди Останавливай этого Брежнева Он сейчас расскажет А нужно, чтобы место Хорошо прокаленное огнем Много сухой травы На нем нужно сжечь Или дров Так ведь на таком месте Вурдалаку можно убить Чем хочешь Хоть топором Хоть дубиной Майора и его подруги Волнуются В клетке грызут прутья Аркадий Исакович Прячется за Брежнева И продолжает свой рассказ Эти погонцы По такому месту И ходить не могут Могут вокруг себя Можно вокруг себя выжечь А не если только перепрыгнут А так нет Будем пробовать Сначала сделаем как он велел А потом Пребудет буденный Приступим к экспериментальной проверке Резюмирует Брежнев Ну экспериментальная проверка Это уже из моего Образования Из моего опыта Дымится земля Это уже следующая сцена Автомобильный кран Поднимает клетку с вампирами И опускает ее в центр Круга выжженной земли Вампиры бесятся в клетке Клетка разламывает И вампиры начинают кататься И корчатся на выжженной земле Расстреляйте наших бывших товарищей Командуют буденный Солда стреляет по вампирам Из винтовки Вампиры гибнут Что скажет Ленит Ильич Спрашивает буденный Работает Ну Аркадий Сакович Будем приставлять К сталинской премии Кабинет Сталина Он прохаживается За спинами сидящих За столом людей Покуривает трубку Накладывает Берия По сообщениям нашей агентуры В Нормандии сейчас Творится что-то ужасное Немцы ничем не могут Остановить высадившихся вампиров Что думает генштаб Генштаб товарищ Василевский Обращается к начальнику Генерального штата Сталина Генеральный штаб считает Что в ближайшие дни Немцы попросят нас о перемирии Если не о прямой военной поддержке Нормандия Толпы жутко завывающих вампиров Карабкаются на отвесные скалы Сцены боя Кажется вот-вот Обороняющиеся немцы Сломит натиск вампиров Но на одном небольшом участке Вампирам удается закрепиться наверху И они начинают сбрасывать Обороняющихся вниз В утреннем небе Над чистеньким нормандским городком Раскрываются парашюты Жители города Немецкие солдаты Смотрят в небо Среди людей на земле Мы замечаем людей в беретах Это маки Бойцы французского сопротивления Как видите Вот французское сопротивление Которое против немцев было Партизан Маки это Так сказать Кустарник Парашютисты все ниже Несколько самых первых Вот-вот коснутся земли Но что это Парашютисты как будто За что-то зацепились в воздухе Это натянутые между домами Между фонарными столбами Голючие проволоки Увитые серебряными нитями Следующий кадр Лесистая местность Туманное летнее раннее утро Еще не рассвело На экране титры Район Бобруйска Хрустит ветка у кого-то под ногой Мы видим усатого бойца В плащ-палатке Он прижимает губам палец Глядя на своего товарища В тумане мы замечаем что-то Огромное движущееся в сторону бойцов Бойцы замирают Из тумана появляются немецкие парламентеры С белым флагом Следующая сцена Немецкий парламентер В штабе Белорусского фронта Кроме того Наша разведка получила сведения из США Вампиры захватили все восточное побережье И движутся вглубь континента Это, видимо, немецкий парламентер Равнина где-то в Америке Сомкнув строй Ждут врага американцы Все стоят плечом к плечу Кукулсклановица чернокожая Итальянский гангстер в канатье И работяга-фермер Сейчас из-за бугра покажутся вампиры Что-то будет Вот появились Начинается бой Кукулсклановица сражается Спина спиной с чернокожим Спина к спине Гангстер с фермером Но они все укушены И сами вливаются в поток вампиров Опять парашюты в небе Титры в нескольких милях к юго-западу От Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико На землю опускаются вампиры Они не спеша снимают парашюты Строятся и уходят Внутри какого-то бетонного помещения Следующая сцена А Лос-Аламос это родина Американского ядерного оружия Внутри какого-то бетонного помещения Титры ядерные научно-исследовательские центры В Лос-Аламосе Человек в военной форме Обращается к окружающим его ученым В белых халатах Титры администратор Манхестонского проекта Генерал Де Ворс Вот он обращается к прочим Двери долго не выдержат Носатый небритый итальянский ученый Смотрит в небольшое отверстие Титры физик Энрико Ферми Он говорит Дева Мария, там моя Лаура В кого она превратилась Последняя маленькая как бойница окошко Смотрит человек с открытым артом И аденоидным носом Титры Нильс Бор Бор обращается к ферме И моя тоже там В ферме обращается к ученым Выводим реактор на закритический режим Здание реактора снаружи Вампиры карабкаются на крышу Пытаются проникнуть внутрь через вентиляцию Окна здания начинают светиться Оно рушится Следующая сцена в кабинете Сталина За столом в кабинете Сталина сидят Сталин и Гитлер Сталин говорит Гитлеру спокойным тоном Господин Гитлер Советский Союз обеспечит вам море огня Но что мы будем делать с Англией? Ему отвечает Гитлер Товарищ Сталин На британских островах действует мощная антивампирская группировка Мы установили с ней связь Горы Шотландии, раннее утро шотландцы В клетчатых килтах Напряженно всматриваются в предрассветную англу У них в руках застренные палки Обернутые серебряной фольгой Камера едет вдоль первого ряда бойцов Мы видим Елизавету Она закована в латой Наконец англа рассеивается И становятся видны фигуры вампиров Елизавета проразглашает Вперед за Шотландию И опускает забрал Шотландцы дружно кричат Боже, храни королеву Елизавету И бросаются вперед Закипает бой Шотландцы убивают вампиров Иногда вампирам удается укусить шотландцев Тогда свои забивают его палками с серебряными наконечниками В конце боя вампиры бегут Палуба боевого корабля На маще два флага Красный флаг с черной свастикой И красный флаг с золотой пятиконечной звездой С серпом и молотом Русские немцы на тележке подкатывают к башне снаряд главного калибра Хватит чехословакский серебряный шарпенели Кричит один из них С задором камера переводит свой взгляд на берег Оказывается, корабль стоит на Темзе И стреляет по Лондону Праздник в Лондоне Следующая сцена Торжественные процессии Входят в здание парламента В первом ряду королевы Елизавета Сталин и Гитлер В красивом лондонском зале За круглым столом Собрались немецкая и советская делегации Королева Елизавета Не позвали Здесь Сталин и Гитлер Сталин обращается к Курчатову Сможете вы, товарищ Курчатов Состыковать свои работы с работами господина Гейзенберга Гитлер перебивает Сталина Товарищ Гейзенберг сумеет найти общий язык с товарищем Курчатовым Не так ли? Гейзенберг покорно кивает А свободолюбивые европейские нации Сделают все, чтобы воплотить идеи ученых Смертоносное оружие Добавляет Гитлер Свободолюбивые все сделают Подводит итог Сталин Звучит величественная музыка Под музыку идут кадры Вот заключенные валят лес в тайге Вот из шахты поднимаются шахтеры И строятся перед бараком Вот рабочие с нашитыми надеждами Желтыми шестиконечными звездами Работают на станках За станками работают На фоне псевдохроникальных кадров Звучит патетический голос Диктора Долгих три года, не покладая рук Трудились свободолюбивые нации Прежде чем над Америкой выросли ядерные грибы Тогда на наши улицы наступил праздник Под эти слова ядерный смерч Стирая с лица земли Американские города Заключенные улыбаются На лагерных вышках загораются Разноцветные прожектора Вот эти вот разноцветные прожектора Я украл из пьесы Солженица на лени шалашовка Там все они готовили На лагерных вышках Поставили такие звезды Типа как на Кремле И вот они какого-то праздника Должны были зажечь И в финале пьесы Действительно В финале спектакля Они действительно загорались И там бегал такой, так сказать, лагерный дурачок Горбун Там все радовался очень Вот этим вот всем вещам Вот, вот так вот я Вот, под впечатлением истории создания ядерного оружия И я не знаю чего еще Солженицына И т.д. и т.п. и т.ре Вот, вот написал такую вещь На ваш, как говорится, суд Спасибо за внимание Да, мне напоминают Что это было сделано раньше Чем фильм и роман Гордость предупреждений зомби, да? Ну, это вот, понимаете, вот Некий сплав Киноэпопея освобождения И, соответственно, вот Нечто про вампиров, правда Не про зомби, да? Ну, ладно Ну, так спасибо, наконец Да